Бу! Испугался? Не бойся, ты на канале DevKitchen, и тут нет ничего страшнее быдлокода. Садись, устраивайся поудобнее, смотри в экран, наслаждайся просмотром. Не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик и лайкнуть видео. Всем привет! Мы снова на кухне, и сегодня мы начинаем готовить игру. С чего начинается разработка игры? А. UI. Б. Аналитика. В. Архитектура. Ж. ВФХ. И кто-то из вас, возможно, решил, что мы сразу начнем пилить архитектуру. Разработка игры – это серьезное занятие. Можно, конечно, рвануть с места в карьер и сразу начать писать код. Но что из этого выйдет? Лучше всего начать с препродакшена. Препродакшен бывает разный, и все зависит от сложности и специфики проекта. У разных разработчиков есть свой список подготовительных мероприятий. А я озвучу свой чек-лист. Первое. Система контроля версий. И сейчас будет экскурсия для наших маленьких слушателей. Кто-то скажет, ну зачем мне для моей маленькой игрулечки заморачиваться с репозиторией? А я отвечу. Разработка любой игры – это бесконечный процесс исследования и прототипирования. Всякий раз, прежде чем добавить в свою игру какую-то фичу или механику, вам ее нужно реализовать в каком-то виде и посмотреть, как она работает. Очень часто бывает так, что на бумаге фича выглядит хорошо, но в игре она работает плохо. Не так, как нам изначально это представлялось. И от нее приходится отказываться. И вот в такую ситуацию, когда ваш проект просто лежит в папке на компьютере, у вас могут возникнуть проблемы. Допустим, новая фича повлекла за собой изменение старого функционала. И это все надо будет восстанавливать и откатывать руками. А вы уже через неделю не вспомните, что вы там писали и зачем. В итоге все просто рухнет. Вот именно в таких случаях необходимая система, позволяющая быстро прекратить разработку ненужного функционала, вернуться на исходную точку и пойти в другом направлении. Это репозиторий. А теперь давайте посмотрим, как бы мы разрешили вышеуказанную проблему с помощью репозитория. Вместо папок в репозитории ветки. Когда вы создаете репозиторий, у вас в нем создается пустая мастер-ветка, основная папка вашего проекта. Когда вы хотите реализовать какую-то новую фичу, то вместо того, чтобы делать ее прямо в мастер-ветке, вы создаете для нее отдельную ветку, прямо как копию папки. Для примера создадим в этой ветке человечка. А затем научим его ходить. Дальше мы смотрим на то, как все получилось. Понимаем, что нас все устраивает. И сливаем изменения из ветки с человечком в мастер-ветку. И теперь в нашей мастер-ветке есть все то, что мы сделали в ветке с человечком. А потом мы решаем поэкспериментировать и попробовать другой игровой сеттинг. Вместо человечков у нас будут корабли. Мы создаем новую ветку от текущего состояния мастер-ветки, в которой у нас уже будет создан ранний человечек. Но он нам там не нужен. Мы его удаляем и вместо него сооружаем корабль. А дальше приделываем ему пушку. Но поиграв в это, мы понимаем, что такой геймплей нам не нравится. А делать физику волн слишком сложно. Поэтому мы решаем вернуться к концепции бегающих человечков. Но что делать с корабельной веткой? Сливать мастер-ветку? Нет. Эти изменения нам там не нужны. Поэтому мы продолжаем работать с мастер-веткой в ее текущем состоянии, где остались бегающие человечки в первозданном виде. Затем, таким же образом, мы создаем новую ветку, где научим наших человечков драться на мячах. Какие есть системы контроля версий? Из наиболее популярных это GitHub и Bitbucket. У обеих есть как бесплатные варианты использования, так и платные подписки. Для работы с репозиторием вы можете использовать либо консоль, напрямую прописывая команды, либо вы можете установить гид-клиент. В первый взгляд он может показаться сложным и перегруженным, но на самом деле это очень удобно, наглядно и избавляет от необходимости запоминать все команды. Также он позволяет вам работать над проектом одновременно с вашими корешами. Второй пункт в моем чек-листе – это система управления проектами. Да, проектом надо управлять. Даже если он маленький. Да, даже если вы работаете одни. Система управления проектами позволяет составлять план разработки. Нельзя сделать игру просто монотонно записывая код. Нужно стоять перед собой и перед командой задачи, выполняя которые вы будете приближаться к своей цели. Это не менее важно и для инди-разработки, когда вы трудитесь над проектом в городном одиночестве. Бывает очень трудно найти мотивацию. А когда вы набросали план, накидали задачи на доску, и каждый день их понемногу закрываете, вы постоянно видите свой прогресс. Это помогает не уставать и находить мотивацию. А чтобы все это работало, очень важно грамотно декомпозировать задачи. Нельзя сделать одну большую задачу, типа сделать игру. Вы ее никогда не закроете. Она будет жить вечно. Она будет давить на вас своим весом. Все большие задачи должны разбиваться на маленькие так, чтобы каждый раз, садясь работать, вы что-то закрывали. Из популярных решений могу предложить Jira или Trello. Оба имеют как платные подписки, так и бесплатные варианты использования. Третий пункт. Система управления документацией. Эта система не менее важна. Она позволяет вам сохранить и структурировать все ваши знания о вашем проекте. Не надо думать, что вы все запомните. Вы не запомните. Когда задачи сменяют друг друга, когда вы постоянно переключаетесь между фичами, мозг просто не в состоянии удержать всю информацию о проекте. А такая система – это точка доступа к информации для всех членов вашей команды в любой момент времени. Из таких систем могу посоветовать Confluence, который также доступен бесплатно. Но оформив платную подписку, вы сможете увеличить количество людей, которые могут работать над проектом. Лично я использую связку Bitbucket, Jira, Confluence. Все эти решения созданы и поддерживаются одной компанией, поэтому они хорошо работают друг с другом. В качестве гид-клиента у меня смарт-гид. Он платный, но очень удобный. Также есть и бесплатные варианты, например, Source 3. Следующий шаг при продакшене, который я также считаю обязательным – это диздок. Прежде чем начать писать код, вы должны написать хоть какой-то диздок. Все, что есть у вас в голове, надо положить на бумагу. Намного легче составлять план разработки, когда на руках есть документация. Во время декомпозиции, когда по нескольку раз перечитываешь ТЗ, могут вылезти какие-то несостыковки, которые на месте сразу можно исправить. Это намного проще и дешевле, чем потом переделывать нерабочую фичу. Диздок обязателен, если вы работаете в команде. Он избавляет группу от различных разночтений и забывчивости. На ютубе есть несколько авторов, которые подробно рассказывают о ведении документации. Я оставлю ссылки в описании. Очень рекомендую. И вот, когда мы выполнили все подготовительные мероприятия, когда мы знаем, какую игру мы делаем, когда у нас есть план, мы можем приступать к разработке. О чем мы и поговорим в следующем видео. А вы можете написать в комментариях свой список подготовительных мероприятий. Но также очень интересно будет почитать кейсы, когда вы никак не подготавливались к разработке, а сразу начинали писать код. Всем пока. Увидимся на кухне.